День святых Петра и Февронии 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 Я думаю, что они это применяют Владимир Викторович, сейчас понятно По этому году еще говорить рано Как много пар решили Оформить свои отношения именно В этот день, 8 июля День Петра и Февронии А если брать прошлый год Этот же день, июль месяц позапрошлый год Было больше Пар желающих зарегистрироваться В этот день? Нет, вы знаете Молодожены к празднику Привязаны тогда, когда этот праздник Совпадает в пятницу или субботу Потому что если он попадает В среде недели, рабочий день Некие сложности Но тем не менее На сегодняшний день У молодежи много своих Магических цифр Которые Я не могу себе найти объяснение Непонятно работникам ЗАГСа Что такое 6-6-16 Или 8-8-16 Все считают Мы с этим соглашаемся Стараемся идти на встречу Если уж пара захотела Зарегистрировать в среду Или во вторник Мы обязательно это сделаем Потому что Это же пожелание молодоженов Или граждан Которые решили заключить брак Поэтому Мы не останавливаемся На пятницу, субботе Есть желание Кроме выходного дня понедельника Все остальные дни Мы готовы заключать брак Вот смотрите День семьи, любви и верности Потом еще у нас есть праздники Вот вы уже сказали День Святого Валентина Да, Татьяне День Все эти праздники К ним присоединяются Отделы ЗАГСа, правильно? Естественно И как-то отражается это И на церемонии, и на оформлении И на оформлении, и на поздравлении Особенно если в Татьяне День Еще и невеста Татьяна То естественно особое поздравление Но я должен сказать Что поздравление молодоженам Всегда присутствует Поздравление губернатора Это тоже делает свой праздник Поздравление мы рекомендуем Главу администрации Муниципальных районов Поскольку внимание своим жителям Оказывает, поэтому Торжественная регистрация Есть торжественная регистрация На более обширную такую С праздником К сожалению Не все пары соглашаются Ограничиться вот таким вот 25-30 минут Больше сегодня И мы ищем эти формы Люди склонны Памятную часть Насколько это запоминающе Насколько это торжественно Насколько удалась Фотосессия Запечатлеть это Поэтому Мы ищем эти пути Я думаю, что с 1 октября Когда у нас структура Уже сформируется полностью Мы поменяем формат Чуть-чуть и в городе Есть в городе Замечательные достопримечательности Которые есть только В Алтайском крае И таких мест Сегодня в Белокурии Сколько угодно И мы эту нишу не используем Я думаю, что Немножко перестроимся И будем Выполнять Все пожелания Все просьбы Молодару Ну вот как раз О заменениях Мы поговорим немного позже Потому что у меня сейчас Все равно еще есть вопрос По поводу вот этого вот праздника Скажите, пожалуйста Я знаю, что в этот день Принято отчаствовать тех У кого Кто прожил в браке Не 5, не 10 лет Там 20, 25 лет У кого золотая свадьба Вот этих людей Поздравляли Сегодня В день Петра и Феврония И как много у нас таких Мы рекомендуем То, что сегодня делают Вот я эту минуту не могу сказать Но мы это рекомендуем делать И в целом в год Золотых, серебряных юбиляров Отмечают где-то в пределах 1000-1100 пар Из них 22% Это именно золотые юбиляры И в прошлом году Проводя мероприятие В честь 70-летия Победы Мы даже числили пары Которые зарегистрировались 9 мая 45-го года Участники войны Это очень уникальное мероприятие Это уникальные снимки Памятные снимки И мы готовили Такое небольшое издание Брошюры И каждому участнику Этих мероприятий Подарили на память Фотографии Поэтому Я должен сказать Что все работники В принципе Стараются Отмечать эти праздники Акцентируют на этих праздниках Помогать молодежи Выбирать Тот или иной день Барака Для нас Важна задача Чтобы Еще раз повторю Все пожелания молодоженов И по срокам И по датам Были без очереди Исполнены Владимир Викторович Давайте тогда перейдем Все-таки То, что видят Пришедшие в ЗАГС Это все-таки Вот такая парадная сторона Это такой спектакль Который играет Только для них Давайте все-таки О работе Которая Проводится Которая Радио О том Что будут у нас изменения С 1 октября Но это в Барнауле А в крае Эти изменения Уже произошли Полномочия ЗАГС Переданы на краевой уровень Что это даст Даст работникам ЗАГСа И что это даст Нам Как посетителям Как тем Кто пользуется Услугами ЗАГСа Ну Должен заметить Сразу скажу Что систему Совершенствования Управления органов ЗАГС Мы начали Не сегодня И не вчера Мы ее начали С 1 октября 15-го года Когда объединили ЗАГСы Которые находились В одном административальном Территориальном отделении Это Камень Каменский район Зарин Заринский район Вы говорили Что в Камне Все находилось В одном городе Конечно Все это на одной территории Два ЗАГСа Два уровня Поэтому Посчитали Ну учитывая то Что сегодня Идет Вот Ситуация в стране Сложная экономическая Идет финансовая Эффективность Естественно Проще содержать Красивое одно здание Чем Да Мы Апробировали Вот Сразу пять территорий И мониторили Каждый день Вопросов больших нет У посетителей Нет вопросов На посетителях Это вообще не отражается Поэтому Мы разработали Систему совершенствований С 1 января В прошлом году В июне Мы ее утвердили С 1 апреля Мы Забрали Полномочия Униципалитетов Городских и кров Кроме города Барнаула Город Барнаул С 1 октября Будет Количество отделов ЗАГСов изменится В городе Барнауле Нет Шесть есть Шесть остается Другой вопрос Что нагрузка Между ними Чуть-чуть Перераспределится Потому что Все зависит От количества Актовых записей Юридически Значимых действий Потому что Работа Очень большая Очень кропотливая Я скажу Что Примерно 97-100 тысяч Актовых записей В год Мы делаем 148 тысяч Юридических действий Это повторные Выдачи Справки Весения Изменений Исправления И так далее И так далее И около 400 тысяч Это розыск людей И Следующий сегмент Чем занимает Сегодня ЗАГСы Они формируют Уже третий год Электронную базу данных Начиная с 1924 года Все актовые записи Их больше 10,5 миллионов Приводят В электронный вид Чтобы Гражданин Обратившийся Или Какой-то орган Исполнительной власти Субъекта Или федерации Мог быстро Получить ответ И я думаю Что к 2018 году Уже будет сформирована Централизованная База архив ЗАГС Россия Куда будет входить Алтайский край Это работа Сегодняшних ЗАГС Спасибо большое Владимир Викторович К сожалению Время беседы ограничено Больше времени у нас нет Но я думаю Что разговор продолжим Посмотрим Насколько эффективно Будет работать Вот эта система Совершенствования Управления В нашем случае Спасибо большое За интервью Спасибо Всего доброго Напомню У нас в гостях Был Владимир Саеченко Начальник управления Записи актов Гражданского состояния Алтайского края До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok